ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Белая ночь русского Давоса. Форум особого назначения в Санкт-Петербурге. Все это в ближайшие полчаса в нашем эфире специальный гость студии экономист Сергей Алексашенко. Итак, посещением церемонии 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны или Дня Де была завершена официальная часть визита президента США в Великобританию. Визит был первым официальным в эту страну для Дональда Трампа и его семьи и прошел с размахом и интересностями. Пресса обсуждала наряды женской части американской делегации, а протестующие на улицах Лондона объясняли свои симпатии и антипатии по отношению к американскому президенту и насыщали небо над британской столицей тематическими воздушными шарами. «Трамп вернулся в город. Он вернулся в Лондон, а малыш Трамп по этому поводу опять отправился в небо. Малыш Трамп — это символ нашего презрения в отношении политики американского президента, который является олицетворением политики ненависти и раскола, расизма и ксенофобии». «Я считаю, что, во-первых, Соединенные Штаты и Великобритания имеют очень тесно связанную историю. И я верю, что президент Трамп, хотя я и не согласна со всем, что он делает, на самом деле в целом делает действительно большую работу в Соединенных Штатах с точки зрения экономики и внешней политики. Я просто не вижу никаких доказательств того, что он сексист, расист и так далее. Всего того, в чем его обвиняют люди, позади меня». С британскими поклонниками и противниками американского президента несколько дней общался мой коллега, журналист русской службы BBC News Бент Аванер. Мы говорили с ним накануне этого эфира. В НКК главные лозунги были у протестующих? «Там точно был мат на многих плакатах. Но помимо этих были серьезные плакаты. На них было написано, чтобы он просто уехал, чтобы он не затрагивал тему НХС. Это наша система, британская система здравоохранения, в которой он несколько раз сказал, что это может быть, оно может включиться в любой договор, который будет между Британией и США после того, как Британия выйдет из Евросоюза. Там много было проблем, там много было о теме абортов, которые сейчас поднимаются, насколько я понимаю, в США. То есть все это было, там было о том, что не надо было... Многие плакаты о том, что он слишком часто прибегает к антимусульманской, к женоненавистской и к российской риторике». Но вот, Бен, на улицах Лондона ведь были поклонники Дональда Трампа. Много их было? Их было. Их было мало, надо сказать. Их сразу было видно, потому что они были в красных кепках. И они сконцентрировались больше всего на парламентской площади, где, как я сказал, там еще раз взлетел этот шестиметровый воздушный бэби-трамп в памперсах. Но их было очень мало. И в одного из них влетел молочный коктейл. В последнее время это стало чуть ли не мем анти-расистов. То есть в Найджела Фараджа, в лидера партии Брекста, уже кинули милкшейком. Одного из протестующих, который был в красной кепке, насколько я понимаю, явный сторонник Трампа, в него тоже влетел милкшейк. Бен, ну вот люди, которые вышли на улицы Лондона, отражали, на твой взгляд, общебританские настроения в отношении США. Как это неприятие и кризика сочетаются с неоднократно провозглашенным статусом специальных отношений Лондона и Вашингтона? Давайте скажем так, что Лондон это не Британия, Британия это не Лондон. Лондонские более либеральные. И надо сказать, что многие из них просто, я думаю, решили не выходить с протестом, потому что это уже было в прошлом году. Они уже высказались. И в этом году, я думаю, что некоторые протестующие просто решили, что это решение королевы, или, по крайней мере, официально королева приглашает и принимает Трампа как своего гостя. То есть дело уже сделано. В прошлом году они уже сказали, что мы не очень любим вас, но в этом году стало дело более серьезное, потому что, как вы, наверное, знаете, мы мало-помалу движемся в сторону Брекста. Мы не понимаем пока, когда это будет, но нам стало понятно, я думаю, многим стало понятно, что США это очень большой партнер, это страна, с которой надо договориться очень скоро после Брекста, чтобы у нас торговля вообще не рухнула. И еще в этом году, конечно, 75-летие высадок в Нормандии. Это очень важно, это празднуется сегодня и вчера, в последний день Трампа в Британии. Так что здесь более такое торжественное ощущение. И, в общем-то, как мы знаем, для Трампа это было самое важное. Конечно, двусторонние отношения между Британией и США, и те особые отношения, о которых они так часто говорят, это важно. Спасибо, Бен, Бен Тавенер, в нашем эфире. А подвести краткие итоги самого визита я попросила еще одного нашего коллегу, журналиста русской службы BBC News, Юрия Вендика. Ну, прежде всего, надо отметить, что это был такой пышный, церемониальный государственный визит, и эта церемониальная сторона в нем была гораздо важнее, чем какая-нибудь содержательная. Собственно, ничего содержательного, осязаемого и не планировалось в виде подписания документов или принятия каких-то решений. Визит должен был продемонстрировать, подтвердить особые союзнические отношения между Британией и США. Но такой гламурно-приторной атмосферы в ходе этого визита не получилось, потому что это Дональд Трамп. И, в общем, он начал этот визит со свара с мэром Лондона Саддиком Ханом, прям не успев приземлиться в Твиттере, обругал Саддика Хана жалким лузером за то, что двумя днями ранее Саддик Хан сравнил его с фашистами 20 века. Потом тоже были некие несуразности. Что касается содержательной стороны, то она обсуждалась, конечно, и прежде всего Трамп обратила внимание британской прессы, политики на то, что Трамп говорил о будущих отношениях США и Британии. После Брекзита Трамп опять пообещал феноменальный, как он сказал, договор о свободной торговле с Британией, когда она выйдет из Евросоюза. Но обещания обещаниями, по многим причинам, в ближайшее время такого феноменального торгового договора не предвидится, потому что и условия выхода Британии из Евросоюза не ясны, и сроки выхода не ясны. И, кроме того, договоры о свободной торговле обычно заключаются, переговоры о них ведутся годами. Помимо обсуждения феноменального договора о торговле и специальных, по его собственным словам, отношений Британии и США, американский президент во время визита в Лондон высказался еще по ряду экономических вопросов. В частности, затронул тему компании Huawei, которую американские власти критикуют за тесные связи с властями Китая и призывают союзников ограничить использование ее технологий. В экономических аспектах заявлений, сделанных американским президентом в Лондоне и многом другом, разбираемся с гостем нашей студии Сергеем Алексашенко. Сергей, рада вас опять здесь приветствовать, а времени мало тем много, поэтому начинаем с Трампа в Британии и анонсированного им торгового договора. Может, на ваш взгляд, реально что-то феноменальное произойти в торговых отношениях Лондона и Вашингтона, вот этого образца именно пост-брекзит? Добрый день, Юр. Может, я вас удивлю, может, просто проблема совершенно вылезет в другом виде, не так, как ее ожидает президент США Дональд Трамп. Дело в том, что последние несколько десятилетий, два десятилетия как минимум, британская экономика сильно трансформировалась, и в ней роль вот этого обрабатывающего сектора, который производит товары, которые являются предметом торговли, резко уменьшилась. Вообще говоря, британская экономика в основном это сфера услуг. А у Дональда Трампа у него какой-то такой меркантелистский подход к взаимоотношениям стран, он все больше упирает на торговый баланс. Вы у нас купили товаров на столько миллиардов, мы у вас на столько миллиардов, а что там происходит с услугами, он как-то вот ему, видимо, не достучались. Он считает, что вот услуги в мире не торгуются. И поэтому я думаю, что переговоры, конечно, будут феноменальные торговые соглашения. Там, в принципе, Британии можно давать любые льготы, самые низкие тарифы, можно, в принципе, безтарифную торговлю. Но просто товары из Британии хоть настолько мало, что они, с точки зрения Америки, ничего не решат. Ну, точно так же, как там открытие, полное открытие американского рынка для британской экономики мало что сделает. Ну, вот в Вашингтоне и Лондоне разный подход к этой ситуации с Huawei, которую сейчас обсуждают в самых разных аспектах. В США говорят об угрозах безопасности. В Великобритании, вероятно, позволят компании лимитированно работать над созданием вот этой вот мобильной сети 5G, которая сейчас, опять же, широко обсуждается. На экономическом форуме в Санкт-Петербурге, о котором мы будем говорить позже, Владимир Путин сказал, что ситуация между США и Huawei является первой технологической войной. Ваша точка зрения. Ну, мне кажется, что это война не технологическая, это война идеологическая. И вообще, мне кажется, что противостояние США и Китая сводить просто к войне технологий неправильно. Это борьба за жизнь по правилам или жизнь не по правилам. По правилам, которые видятся в Соединённых Штатах Америки и с которыми Китай, как говорится, пообещал, но не хочет следовать. Компания Huawei, она действительно один из лидеров производства телекоммуникационного оборудования. И более того, компания пользуется огромными субсидиями со стороны китайского государства. И поэтому предлагает цены, которые в разы, не знаю, на десятки процентов ниже, чем у конкурентов, у Nokia или у Ericsson, у шведского. И, естественно, выигрывает все тендеры. Потому что, ну, нельзя же задавить Германию, которую хочет Северный поток-2, потому что газ получается дешевле. То же самое невозможно задавить Huawei, потому что её продукция сильно дешевле. Мало того, что она действительно хорошего качества, но она и получается сильно дешевле, чем продукция конкурентов. Вот, соответственно, Трамп стоит в позиции. Давить Германию не получается. Давить Британию не получается. Ну, вот что делалось. Остается риторика. Спасибо, Сергей. Но дальше разговор о специальных государственных отношениях продолжим в разрезе китайско-российской дружбы. Передачей «Панд» московскому зоопарку и посещением Большого театра ознаменовался на этой неделе, помимо всего прочего, визит главы КНР Си Цзиньпиня в Москву. Теремониальная сторона отношений России и Китая в последние годы движется по стабильно восходящей траектории. Почти два года назад в Москве Си Цзиньпиню вручили орден святого Андрея Первозванного. И ровно год назад глава КНР наградил российского президента высшей государственной наградой Китая орденом дружбы. На этой неделе во время переговоров в Москве взаимно орденоносные главы Китая и России отметили 70-летие установления дипотношений Китая и России и подписали заявление об укреплении стратегической стабильности. В нем, в частности, говорится о том, что Москва и Пекин будут, цитата, выступать против политического диктата и валютного шантажа в международном торгово-экономическом сотрудничестве и осуждать стремление отдельных стран к присвоению права определять целесообразность и допустимые параметры законного сотрудничества с другими странами. Конец цитаты. Мне приятно отметить, что российско-китайские отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень. Это действительно всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие. Я установил тесные рабочие отношения и глубокую личную дружбу с президентом Путиным. За последние 6 лет мы встречались почти 30 раз. Россия – это страна, которую я посещал чаще всего, а президент Путин – мой лучший друг и коллега. О новом витке российско-китайской дружбы в разрезе экономики и геополитики разбираемся с Сергеем Алексашенко. Сергей, продолжаем. Вот это движение по восходящей дружбе российско-китайской, оно происходит на фоне обостряющихся отношений обеих этих стран с Соединенными Штатами. В этом закономерность есть? Ну, конечно, знаете, Юль, с одной стороны, это отрицать невозможно, потому что действительно отношение России с США ухудшается на протяжении последних 6 лет, 5,5 лет. У Китая, в принципе, нет. У Китая до, не знаю, 2 года назад, до 2016-2017 года, с Америки как-то все складывалось хорошо. Поэтому такой прямой зависимости, наверное, нет. Но китайско-российские отношения, российско-китайские отношения, они действительно улучшаются в последние лет 20, если не сказать 30, может быть, с 91-го, с 89-го года. С визита Горбачева в Пекин. Поэтому, мне кажется, вот когда мы говорим, что параллельно или одновременно не означает зависимость. Но, с другой стороны, вот в такой постановке вопроса, безусловно, особенно этот визит, и вот те документы, которые стратегически подписывались, было видно, что и Россия, и Китай хотят использовать другую сторону в своей борьбе против Америки. То есть у Китая своя борьба с Америкой, Китай хочет использовать Россию как какой-то аргумент вот в переговорах США. Но и Россия тоже. Но, соответственно, у Китая это получается лучше, потому что у Китая цели достаточно понятны, добиться выгодных экономических отношений, выгодных, которые можно посчитать количественно в деньгах. И, собственно говоря, вот эта фраза, которую вы прочитали, там же все про экономику. То есть, вот будет это, не будет это, в России, в общем, ни жарко, ни холодно. В России с Америкой практически нет никаких экономических отношений. То есть это про Китай, это вот документ про Китай скорее. Это про Китай, это то, как Китай сказал, показал Америке, Америка, смотри, Россия на моей стороне. Если что, ты помнишь, что у него там ядерный арсенал есть. И, соответственно, второе соглашение, там еще больше всего прописано про геополитическую стабильность, там все про вооружение. Но мне кажется, что и в той части, когда про вооружение, там тоже Китай переиграл Россию, потому что, когда там зашла речь о договоре по ракетам средней и малой дальности, этот договор должен договориться между собой. То есть США и Россия. А вообще Китай здесь ни при чем. Основные претензии или основная новая как-то новация со стороны США, что с тех пор, как договор подписан, ракеты средней и малой дальности появились у других стран. Их очень стран много, в том числе у Китая. И вот Китай, один из основных игроков, ну что называется, на этом сегменте, не знаю, фрагменте, вот в этих переговорах. Нет, 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 мы здесь ни при чем. Вот вы идите там с Америкой, сами договаривайтесь. То есть Китай не захотел встать вот так откровенно в защиту России, сказать, чтобы Путин сказал, ну смотри, Америка, у меня есть Китай, я сейчас им это, пальчиком мигну, и они твои трежерис, да, там, облигации, казначейство начнут продавать. То есть мне кажется, что все-таки в такой геополитической схватке Китай оказался более искусным. Ну вот разворот России на Восток, тогда получается, это скорее фигура речи, чем что-то реальное? Сказать, что, значит так, Китай или вообще Восток, что же, да, и Восток, это и Япония, и Корея, и Юго-Восточная Азия, конечно, они не смогли заменить западные рынки, западные рынки капиталов, западные рынки технологий, западные рынки знаний. Конечно, там, Россия ничего, то, о чем мечтала, ни из Китая, ни из других стран не получила. Собственно говоря, вот оба президента, и Путин, и Си Цзяньпин, сказали, что не удалось там довести объемы торговли до 200 миллиардов долларов, как планировалось, но, собственно, тоже понятно почему, потому что цены на нефть упали, да, а все прогнозы строились, что они будут высокими. Это означает, что вот цены выросли, да, и товарооборот вырос, цены на нефть упали, и товарооборот упал. То есть, в общем, зависимость какого-то такого качественного скачка в экономических отношениях с Китаем нет. С другой стороны, сказать, что вот вообще ничего не произошло, вот за последние пять лет, мне кажется, в позиции, во взглядах Путина на то, что можно Китаю в России, что Китаю можно, разрешить что нельзя, произошли большие перемены. То есть, там, до 2012 года он очень жестко блокировал все любые попытки китайских инвестиций в России. Как только начались западные санкции, агрессия против Украины, соответственно, Китай стал единственным источником инвестиций, и для Китая стали открываться все, включая нефтяные месторождения. И сейчас, ну, вот этот поворот на востоком случился в том смысле, что российские компании, российские банки все больше и больше займов привлекают у китайцев. На эти деньги разрабатываем свои природные ресурсы, строим железные дороги, чтобы эти ресурсы в Китай, строим газопроводы, чтобы газ в Китай. Ну, вот, собственно говоря, можно считать это разворотом на восток? Ну, в какой-то степени можно, но это явно не то, что нужно Российской Федерации. Ну, вот как раз заговорили уже про инвестиции. Стоит отметить, что переговорами ведь в Москве визит не ограничился, и Си Цзинпень отправился еще в Петербург на Международный экономический форум, и вот о нем-то мы поговорим сейчас. Русским довосом по устоявшейся традиции назвали российские СМИ Петербургский Международный экономический форум, проходящий на этой неделе. В этом году в числе участников помимо председателя КНР президент Болгарии, премьер-министра Армении и Словакии, а также генеральный секретарь ООН. Стоимость участия в мероприятии в среднем 350 тысяч рублей. 410 тысяч за билет премиум-класс заранее, как сообщается, заплатил американский бизнесмен, основатель фонда Баринг-Восток Майкл Калви. Сейчас он находится под домашним арестом по делу о хищении 2,5 миллиардов рублей у Банка Восточной. В Кремле в середине недели выражали надежду на то, что Калви сможет поучаствовать в форуме. Федеральная служба исполнения наказаний заявила о готовности организовать поездку Калви в Петербург, однако на сессии с участием российского президента он так и не появился. Сергей Алексашенко обеспечивает нам дистанционный анализ происходящего. Сергей, я знаю, вы смотрели форум и много у вас мыслей на этот счет, но для начала я хотела бы спросить про вот эту ситуацию с Калви. Чем она симптоматична вообще эта вся коллизия? Ну, она симптоматична тем, что Путин безгранично доверяет силовикам и считает, что все, что у них наработано, все, что предъявлено в качестве обвинения, это правда. Вот он, собственно говоря, напрямую вопрос во время панельной дискуссии, ну как же так быть с Калви, вы так много говорите, он говорит, а что? Ему предъявили обвинение, вот пусть следователи работают. То есть в его голове это нормальная конструкция, когда человеку предъявили обвинение, значит ему нужно сразу посадить в СИЗО. А зачем тогда было говорить, что хотят видеть Калви на форуме? Вот это ведь вышло на такой очень большой уровень обсуждения. Неправильно поняли. Ну, ему Песков задал вопрос, а как там с Калви? Он сказал, ну посмотрим. Ну, Песков решил, что посмотрим, значит приедет. Пообещал, что мы хотим, чтобы он приехал. А выяснилось, что вот Кремль хочет, чтобы приехал, а Следственный комитет не хочет, чтобы он приехал. И Следственный комитет в итоге решает? Да. В этом конкретном вопросе решает Следственный комитет. Ну, вот интересно, я тогда, была у меня тут припасена цитата от Аркадия Ротенберга, который тоже на форуме выступил. Он сказал, экономика это такое, если он что-то где-то стащил, грубо говоря, пусть вернет, потому что если просто взять и отправить в места не столь отдаленные деньги, кто будет возвращать? Это вот такая парадигма общего мышления? Нет, смотрите, на самом деле вот Ротенберг, там при всей моей глубокой любви в кавычках к нему, он высказался достаточно примерно то же самое, что я говорил, только другими словами. Есть коммерческий спор между Берингс-Восток и двумя российскими бизнесменами. Вот есть арбитражный суд. Ребята, вы считаете, что сделка прошла несправедливо, кто-то нарушил условия, идите в суд и разбирайтесь, предъявляйте свои доказательства и пусть суд разбирается. Вот, соответственно, тот, кто докажет свою правоту, соответственно, другая сторона должна заплатить тебе деньги или исполнить обязательства. В общем, короче, то, о чем говорит Ротенберг, деньгами рассчитаться. А у нас что получается? Вот у людей коммерческий спор, он разбирается с одной стороны в Лондоне, как они договорились, с другой стороны в Амурской области, потому что так считали правильно, а с третьей стороны ФСБ сказал так, вообще разбираться будем мы. Взяли и арестовали. То есть вот Ротенберг, он говорит, ребят, спор коммерческий, ну пусть суд какой-нибудь, какой-нибудь суд решит, кто кому денег должен заплатить. Вот я как ни странно с ним солидаризуюсь в данном случае. Ну вот пока суды решают и разбираются, инвестиционный климат, как говорят, в России страдает. И министр финансов, и председатель счетной палаты на форуме разошлись по поводу оценок того, какое влияние арест Калви оказывает, собственно говоря, на этот инвестиционный климат. Кудрин считает, что Большой, а Силуанов предлагает не драматизировать. Как вы считаете? Вот этот имиджевый аспект. Ну, вы знаете, просто Кудрин, он за последние 20 лет сильно поменял, он побывал в нескольких позициях и посмотрел на жизнь все-таки не из одного кабинета. Антон Силуанов в Минфине сидит с 99-го года. Человек 30 лет сидит практически в одном здании. И, естественно, он все, что видит в мире, глазами сотрудника Минфина. И его логика на форуме была просто фантастически красивая. Ну, как инвестиционный климат плохой? Российские компании зарабатывают прибыли все больше и больше и больше. Значит, климат хороший, значит, деньги зарабатывать можно. Вот объяснить министру финансов, что заработать деньги, это вообще не весь бизнес. А бизнес состоит в том, чтобы у тебя появлялись новые инвестиции, новые рабочие места, чтобы у тебя экономика росла быстрее. Вот что есть какая-то прямая связь между нежеланием бизнеса инвестировать и тем, что ты делаешь как министра финансов, ну, вот объяснить невозможно. Ну, поэтому такой идеологический конфликт. Но мне кажется, что Силуанову как-то вот ставили фитиль. Потому что была первая, в первый день была дискуссия, где они вместе сидели за одним столом, что называется, и Орешкин, и Кудрияна, и Набиулина, и Силуанов. И Силуанов как-то там тоже позволил себе высказаться, что типа не все у нас в порядке с правоохранительными органами, там надо разобраться. А на следующий день он сказал, что у нас все в порядке с правоохранительными органами. И вообще хватит ныть, хватит выть. Вы деньги зарабатываете, зарабатываете. Значит, у вас все хорошо. Уже в первый день форума стало известно, что Всемирный банк, опять же, ухудшил прогноз по российской экономике в этом году с полутора на 1,2%. К чему бы это и что это будет означать на практике? Это ничего не означает на практике, потому что перед этим за некоторое время Министерство экономики ухудшило свой прогноз. Оно сказало, что будет 1,3%. Вот прогнозы всемирных, таких международных финансовых организаций, они очень близки к прогнозам Минэкономики, но с лагом в 2-3 месяца. То есть сначала российские органы выпускают свой прогноз, после этого МВФ, Всемирный банк, ОСР, Организация экономического сотрудничества и развития, там чешут все свои возможные места, якобы у них что-то работает, после чего выдают прогноз, который на 1,1% отличается от прогноза российских властей. Вот в принципе ничего. Если бы там Минэкономики в сентябре улучшат свой прогноз и скажут, что будет не 1,3%, а 1,8%, ну, значит, Всемирный банк выучит свой прогноз, мы считаем, что будет 1,7%. Поэтому я бы к этому серьезно точно не относился. Спасибо большое, Сергей. Мы однозначно очень серьезно относимся к вашим оценкам и всегда рады их слышать в нашем эфире. К сожалению, все, на что сегодня хватило времени. Я напоминаю, что специальным гостем нашего эфира сегодня был Сергей Алексашенко. Спасибо, что смотрели дальше больше. Это «Настоящее время. Итоги» с Юрией Савченко из Вашингтона. Хороших вам выходных и до следующей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова